Иисус Христа 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 что дом пуст. Как? Там ничего не звучит. Там ничего нету. Ни хвалы, ни поклонения. Вот это важно делать каждый день, чтобы вам избежать вот этого столкновения с нечистью. Поэтому аминь. Аллилуйя. Тема проповеди будет называться «Дисциплина в жизни верующего». 1 Тимофею 4,16. Апостол Павел пишет Тимофею. «Вникая в себя и в учение, занимайся с ним постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». Занимайся с ним постоянно. Постоянство. Это как рутина. Это как все равно, что ты встаешь с утра каждое утро, ты умываешься, это делаешь каждый день и так далее. Многие дела, которые рутинные дела, мы делаем каждый день. И благодаря этим делам мы чувствуем себя хорошо, мы чувствуем себя счастливо. И вот смотрите, апостол Павел здесь говорит, что делай это, делай это, вникай в себя, в учение, будь твердым, знай слово, которое ты проповедуешь, изучай, анализируй, будь в этом, находись. и это говорит о дисциплине. Дисциплинируй себя. Я дисциплинирую себя. Для чего? Не для того, чтобы показаться лучше, а для того, чтобы моя жизнь не пришла в крах. Иногда мы думаем, я должен читать Библию. Нам же говорят в проповедях, да, читай Библию, читай, молись. Все скажут, даже религиозные люди скажут. Ну, не все, правда, даже религиозные люди. Но будут все равно призывать к чему-то. То есть, мы знаем, мы слышим в проповедях, читай Библию, молись. Для чего? А я такой думаю, а я не хочу, я должен жить в свободе. Слушай, если ты не хочешь и хочешь жить в свободе, то ты будешь в рабстве у дьявола. Ты хочешь себя увидеть потом в духовном мире, что сидят бесы на твоих плечах и тебе в уши жужжат какой-то бред. Есть очень много людей, которые видят духовный мир. И я слышал, что они рассказывают. Это ужасно, как многие люди. Они выглядят в духовном мире. Почему? Потому что они живут в некой свободе. Послушайте, понятие я хочу или я не хочу это не для верующего. Верующий не живет больше понятиями я не хочу или я хочу. Верующие не живут такими понятиями больше. Это понятие плотского человека, друзья. Это реально. Это понятие плотского человека. Я хочу молиться и я молюсь. Я не хочу молиться и я не молюсь. Я хочу читать Библию и я читаю. Я не хочу читать Библию и я не читаю. Вы плотской человек, если вы так думаете, вы еще тот бейби. Как в Библии написано, Павел опять писал, что наследник доколи в детстве ничем не отличается от раба. Он малыш, которому вообще за ним смотреть надо, присматривать. Он может набедить. Такой маленький ребенок, маленький верующий, он себе может набедить. Почему взрослые постоянно под повышенным вниманием смотрят за такими Бибисами? Потому что они могут упасть откуда-то, они могут что-то стянуть. Понимаете? Почему? Он так хочет. Позвольте ребенку быть ребенком. Если мы позволим ему все, что он хочет, он вообще непонятно слетит с лестницы. если мы не поставим заборчик. И иногда ребенок что-то не хочет, а мы говорим, тебе надо это. Иногда он хочет сладкое вместо каши. Иногда он хочет взрослую еду. Понимаете? Вот это хочет. Я хочу. Знаете, когда наше Я умерло? В день нашего водного крещения, когда мы пообещали Господу служить доброй совестью, то апостол Павел говорит, Галатам 2.20, и уже не Я живу. Уже не Я живу. Знаете, что это означает? Что Я уже не живет. Живет Слово Божье. Знаете, я вам скажу, дисциплина приводит к счастью. Дисциплина в жизни верующего приводит к успеху. Отсутствие дисциплины приводит к краху. Сколько есть случаев, когда просто рассыпались. Их нету с Богом, их нету в церкви, их даже в нормальной жизни нету. Почему? У них не было, отсутствовала, хромала дисциплина. Поверьте, мы не читаем Библию, потому что нам хочется или нет. Иногда действительно бывает, что прям голод, ты хочешь познавать Господа. В основном делаешь рутинную работу, ты знаешь, что тебе нужно духовно питаться, тебе нужно слышать Слово Божие, потому что если ты не услышишь сегодня Слово Божие, то дьявол обязательно тебе что-то расскажет. и расскажет и расскажет он тебе наполовину, даже может быть на 75% будет правда. Вы послушайте, что дьявол, он не просто начинает просто врать, 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 врать. Он начинает делать салат, микс. Он говорит какую-то правду, берет, вырывает и туда добавляет ложь. он берет нормальный продукт и добавляет яд. Вот эта информация, которую мы слышим в СМИ, в новостях, это все отравлено. В общем, большинство этого всего отравлено. Слово Божие, почитайте, там ничего нету отравленного. Многие люди беспокойство, у них беспокойство внутри, страх. Почему? Потому что если бы они дисциплинировали себя, каждый день бы читали по главе Слова Божьего, да даже может быть по 10 глав кому-то надо читать, кому-то надо тупо, извиняюсь за выражение, такой русский богатый язык, просто цитировать Слово Божье в свою жизнь. Вот просто стоять может быть перед зеркалом или перед своей жизнью, как будто ты как пророк, а вот здесь твоя реальная жизнь, и ты пророчествуешь себе и говоришь. Знаете, что Давид, он пророчествовал в свою жизнь. Он говорил, Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Это не тогда он говорил, когда он лежал во дворце, знаете, на золотых кроватях, у него слуги были, это когда он был юношей, он говорил это. Он ни в чем не будет нуждаться, его жизнь пришла в соответствии его исповедания. и Библия призывает нас держаться твердого, твердо держаться исповедания нашей веры. И вот послушайте, кому-то мы всегда говорим, о, вот это слово сейчас надо услышать этому брату. Нет, это нужно услышать каждому из нас лично. Кому-то надо начать в свою жизнь просто веришь, ты не веришь, просто делать это. делать это. Просто начать говорить в свою жизнь благословения Божьи. Найти их столько тысячи обетований и начать инцитировать это в свою жизнь, в свою семью. Ведь знаете что? Дьявол смотрит на те слова, которые мы произносим. Если мы говорим негатив, он добавляет и он это воплощает в нашей жизни, и он приносит разрушение. Если мы говорим слова Божьи, несмотря на то, что даже факты говорят, мы находим самый мощный факт, это Слово Божье. Оно живо и действенно. Люди приходят и уходят, а Слово Божье остается в каждом поколении, представляете, в каждом поколении, вот когда Иисус Христос пришел на эту землю, умер и воскрес, в каждом поколении, теперь проповедуется то же самое Слово, и оно также исцеляет и благословляет, поднимает. Поэтому кому-то надо дисциплинировать себя. Мы дисциплинируем себя. Послушайте, я вам скажу, честно признаюсь, не всегда хочется молиться. Не всегда. Не всегда хочется читать Слово Божье, потому что есть альтернатива на сегодняшний день. Вот если бы у тебя ничего не было и была бы только Библия, ты бы только Библию читал, а так наш век альтернатив. Дьявол сделал так много альтернатив, он изобрел погремушек, всяких безделушек, всего такого цветного, блестящего. Так что ты думаешь, эта рыба, которая гонится за блесной, что это твоя добыча, это то, что тебе надо. Думаешь, как глупо рыба, как она не может понять, что это блесна, как она не может понять, что там тройник, там обман, там зацеп, все, с него не слезешь уже. Как рыба не может понять, да мы те же рыбы, так же кидаемся на блестящее, так же нам что-то показали, мы пошли туда. Вот она наша жизнь, вот она наше избавление. Знаете, что Иисус был очень дисциплинированным человеком. А вот его ученики не совсем. Но это и логично. Давайте откроем Матфея 26 глава 38 стих. Матфея 26 38. Это перед своей смертью, когда Иисус пошел на крест, он попросил своих, свое близкое окружение побыть и молиться вместе с ним, поддержать его. Тогда говорит им Иисус, душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте со мной. Это первый раз, когда Иисус говорит о таком. Смертельно душа скорбит. Представляете, такая ужасная скорбь, тебе от нее никуда не избавиться. И приходит, сороковой стих, и приходит к ученикам, и находит их спящими, и говорит Петру, так ли не могли вы один час бодрствовать со мною? Один час! Один час! Дисциплина! Один час! Не, мы не говорим о восьми часах в соцсетях, в своем телефоне сидишь. Один час! Речь идет о молитве, чтобы ты пободрствовал, то есть молился. 41 стих. Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна. Это ответ к теплым верующим, к верующим, в жизни которых нету дисциплины, в жизни которых есть лозунг «Я хочу делаю, я хочу не делаю, я чувствую делаю, я не чувствую, я не делаю». Вопрос теперь, знаете, как на викторине. Ученики, хотели молиться? А что они хотели? Они спать хотели. Они хотели спать, но им спать не надо было. Есть время, когда действительно нужно спать. Сейчас, как бы ты не хотел спать, тебе спать нельзя, потому что ты не знаешь, что произойдет через пять минут, образно говоря. Ты не знаешь, что произойдет, ты не знаешь, какой ужас сейчас ворвется в твою жизнь, и ты не готов, ты не готов встретить удар. Спящий человек, делай с ним что хочешь. Представьте, их решение, их отношение, да, вот их решение поспать, показало их отношение. Ой, Иисус, говори, что хочешь. Мы как бы не всерьез твои слова воспринимаем. Они не отнеслись со серьезностью, со всей серьезностью, не отнеслись к словам молитесь. Когда сегодня у верующего вопросы, если ему сказать, твой ответ находится в твоей молитве, он не поверит в это. 45 стих. Тогда приходит к ученикам своим и говорит им, вы все еще спите и почиваете, вот приблизился час, и сын человеческий предается в руки грешников. Это был ужас. Скажите, они могли потом спать после этого. Вот пришла армия, пришел спецназ, ОМОН, окружили ночь, фонари, факелы. Такой демонический, адский страх. Понимаете, иногда человек может чувствовать страх, и он не человеческий страх. Это тот страх дьявол передает, бесовско-демонический, который он испытывает. и он может вселять это в жизнь человека. люди иногда не понимают, почему у них какой-то панический страх. Это страх не твой, это не человеческий страх, это демонический. Представьте, им надо было молиться, им надо было бодрствовать. А знаете, у них не было дисциплины. И отсутствие дисциплины привело в хаос. Они все начали бежать в разные места. Вот если сейчас, например, ворвется полиция или что, или даже не будем это представлять, какую-то другую ситуацию. Сколько раз было такое, раньше в советское время, когда один с автоматом вошел прямо в собрание, в церковь и сказал, я даю сколько-то минут, три минуты, допустим, чтобы отсюда ушли те, которые считают, что это не их место. Остальных я буду расстреливать. Если вы еще как бы не хотите, вы хотите спасти свою жизнь, вы выходите, пожалуйста, из зала, а остальных, кто не отречется от Христа, я буду расстреливать прямо вот сейчас. Я даю вам последний шанс покинуть это помещение. Все, я буду стрелять без предупреждения. Я вас предупредил, стрелять буду уже без предупреждения. И знаете, люди убежали, многие убежали. Это был реальный случай, история. Ее, конечно, по-разному рассказывают, я ее тоже, может быть, не в точности рассказываю, но сам факт, что церковь, церковное здание опустело. И там остались только самые верные люди, которые уже давно с Христом умерли, что им сейчас умирать? Они уже мертвецы, они с Христом умерли и с Христом живут. И когда уже эти, знаете, лишние отсеялись, или, как сказать, теплые, или предатели, или трусы, отсеялись, тогда он сказал, братья и сестры, я так рад с вами пообщаться. Я так рад с искрими пообщаться. Послушайте, может такая ситуация появиться в нашей личной жизни. Ко многим вещам мы подготавливаемся только в молитве. Иисус сам, он знал, что идет беда, страшная беда. Послушайте, когда была буря на море, это его вообще не пугало. Это пугало только учеников. Но когда Иисусу надо было взять крест, взять грехи всего мира, вот эту мерзость, да ты только посмотрел бы на этого педофила или еще какого-то фила. тебя уже стошнило бы. Просто ты бы посмотрел на него, на эту мерзость. А представьте, Иисус должен был искупить этих подлецов и всех грешников. Любой грех ужасный, ужасный. И вот представляете, Иисус должен взять на себя всю их вину. представьте, а их отпустить на свободу. И они не должны вообще пострадать. Вообще не должны пострадать. Бог сделал так, что грешник, которого Иисус оправдал кровью, вообще не должен быть наказан ни маломальски. Последнее, что я хотел бы сказать. Дисциплинируйте свой язык. Дисциплинируйте. А вот сейчас я в ответ ей ничего не скажу. Я в разуме уже ей отрезала. Я ей сказала свое мнение. Нет. Может ты в разуме сказала, а твой язык будет молчать. Ты будешь говорить Господь, я просто отрекаюсь спорить с человеком. Я отрекаюсь обижать человека, дисциплинирую себя. Многие люди просто ходят направо и налево обижают людей. Послушайте, они развязанно себя ведут, не дисциплинируют, не смотрят за своими устами. Таким людям нужно завязать язык. Нет. Я буду говорить. Моя дисциплина. Я этого человека может терпеть не могу, но я его постараюсь увидеть глазами Бога. Я буду благословлять его. Слушайте, это дисциплина. Вы будете дисциплинировать, чтобы к людям лучше относиться. Ваша жизнь изменится. Вы представляете, если ты с кем-то подцапался, у тебя мира нету, у тебя молитва плохая, ты не можешь, ты не можешь найти, почему ты с кем-то поссорился, почему ты поссорился, опять твой язык тебя подвел, ты его не дисциплинировал. Он у тебя что хочет, говорит, так нельзя, так нельзя. Когда ты научишься дисциплинировать себя в Слове Божьем, постепенно и язык придет в порядок. Жена всегда что-то мужу отвечает, не отвечает, а муж жене тоже всегда хочет ответить. Как ссора происходит? Вот дисциплинируйте, начните кто-нибудь, пусть из вас кто-то найдется умный. в этот день друзей, день влюблен. Пусть кто-то найдется умный, который спасет семью, дисциплинирующий. Я вам скажу, многие пары, многие пары развелись не потому, что не любили друг друга, потому, что не дисциплинировали себя. А ты там, жена такая, я что, не человек что-ли? Ты что меня втаптываешь, я тебе сейчас покажу. И вот оба, знаете, развязали свои языки и убили друг друга атомным оружием. Третья мировая. И все. И потом два таких несчастных по миру ходят, окровавленные, знаете, все грязные, как в дыму, знаете, как после войны, после взрыва. Дисциплинируйте себя. Знаете, последнее, вот это точно самое последнее. Восхищение церкви. Это очень самый серьезный момент в истории церкви. Самый, самый прекрасный момент это рождение церкви и самый потрясающий момент это восхищение церкви на небеса. Недисциплинированные люди останутся на время антихриста и будет очень плохо. Поэтому дисциплинируйте себя, общайтесь с Иисусом, горите для Иисуса, чтобы Иисус увидел ваш огонек, чтобы Он вас забрал, когда Он придет. Он не придет за красавицами красивыми, где же красивые церкви такие, все такие в костюмчиках, все такие припудренькие такие, хорошенькие такие, в хору стоят такие прям, не налюбоваться ими. Иисус будет смотреть огонь в сердце, есть? Огонь на жертвеннике есть? Ты Его, и Он тебя забирает. Он спрашивать тебя не будет, потому что все давно было решено в вашей тайной комнате. Он знал, что ты принадлежишь Ему, ты Его возлюблен, Он просто придет и схватит тебя за руку. Я скажу так, как мне Господь открыл, может это и неправда, может по-другому будет, но я думаю, как в Библии написано, что невеста вышла навстречу жениху. Она поднимется в воздух, она поднимется. Иисус не будет ее воровать, она поднимется, она выйдет к Нему. Дисциплинируйте себя сегодня, свою духовную жизнь. Кто для вас Иисус? Если Он не ваш жених, с какого перепуга вы вдруг Его невеста? А? Если вы не тащитесь от Иисуса, вы не плачете в Его присутствии, вам не радостно с Ним, с какого перепуга Он вас заберет с этой земли, где будет много зла, а я не хочу оставаться здесь антихрист, чипы будет всем жевлять, я не смогу жить. Нет, и что? Не по этой причине тебя Господь забирает, тебя Иисус заберет по причине любви. Это единственная роспись в документе между тобой и Иисусом любовь. С твоей стороны, не с Его. С Его стороны крест, посмотри и никогда не сомневайся больше. С твоей стороны что? Что? С твоей стороны любовь, любовь к Иисусу и ты будешь самым счастливым. Если ты начнешь дисциплинировать, когда произойдет этот момент, ты будешь самым счастливым человеком. Аминь. Давайте сейчас будем на